Музыка Всем привет, уважаемые зрители! С вами канал Андерволд и его ведущий Степлб Я приехал посмотреть одно из самых значимых для истории России мест Сейчас это село Старая Ладога Но в свое время город, который был заложен в 9 веке И на тот момент являлся столицей русского государства Первой столицей русского государства Под этой сопкой захоронен Вещий Олег Который являлся сподвижником Рюрика И послужил делу объединения киевских и новгородских земель У государства, которое и стало называться Русью Прямо при входе в монастырь находится в Арьяне Ера с птицей И на заборе можем видеть такое объявление Одна из достопримечательностей Старой Ладоги Свято-Успенский девичий монастырь На территории которого находится Церковь Успения Пресвятой Богородицы Старейший православный храм на северо-западе Руси Построен он был во второй четверти 12 века Сюда, в Свято-Успенский монастырь, была сослана первая жена Петра Великого Елдокии Лопухина, принявшая в постриге имя Елена Интересно, что река Ладожка, впадающая в Волхов в двухстах метров южнее монастыря, была названа Еленой Вообще, Старая Ладога богата на достопримечательности В небольшом по площади селе расположились два монастыря, древняя крепость, несколько храмов, как минимум пара из которых были построены еще в 12 веке Красивейшие пещеры, представляющие из себя огромный колонник и расположенные в основании курганов под одной из церквей А этот деревянный келейный корпус был построен как раз на месте, где была келья Евдокии Лопухиной Сейчас Старая Ладога — это один из самых значимых туристических объектов Ленинградской области По количеству исторических памятников, находящихся на большой территории, с ней вряд ли сможет сравниться какой-либо другой населенный пункт А сейчас мы отправляемся на территорию Ладожского замка В здании крепости находится музей, посвященный истории Старой Ладоги, истории археологических раскопок, проводившихся на территории крепости Здесь же мы можем видеть пакет крепости Старая Ладога На этом стенде представлены древнерусские доспехи кольчуга, которая была найдена в результате археологических раскопок на территории Ладожской крепости Отсюда можно выйти наверх крепостной стены, которая опоясывает территорию Ладожской крепости Старая Ладожская крепость была основана еще во времена Вещего Олега Она служила форпостом в борьбе со шведами Несколько раз подвергалась осадам, во время одной из которых была взята неприятелем и сожжена Отстраивалась заново и перестраивалась Та крепость, которую мы можем видеть сегодня, частично сохранилась после реконструкции XVI века Частично была воссоздана уже в наши дни на основе уцелевших частей, крепостных стен и с применением тех же материалов Так что новоделом ее назвать язык не поворачивается Во второй башне сейчас находится картинная галерея, где представлены работы художников советского и российского периода Стоит сказать, что Старая Ладога уже не один век привлекала своими красотами художников Взбираемся на бугор, писал Николай Рерих о своих впечатлениях И перед нами один из лучших русских пейзажей В послевоенном 1945-м Союзу художников был передан Дом отдыха в Старой Ладоге Для организации там Дома творчества Многие из произведений, созданных в Доме творчества, и легли в основу этой экспозиции В Ладожской крепости на сегодняшний день таит еще массу загадок из былых времен Поэтому и на сегодняшний день здесь проводятся археологические раскопки Благодаря которым мы, возможно, узнаем еще массу очень интересных исторических фактов об этом месте Серьезные археологические исследования здесь были начаты еще с 1884-1885 годов Возглавляли их выдающиеся археологи и историки своего времени Николай Ефимович Бранденбург, Павел Александрович Рапопорт А с конца XX века археологическую экспедицию на территории Староладожской крепости возглавил профессор Кирпичник Здесь и в наши дни ведутся археологические раскопки Осторожно, слой за слоем археологи раскрывают для нас загадки истории Следующей достопримечательностью Ладоги является Староладожская пещера Она интересна тем, что построена по принципу колонника И она расположена под зданием церкви Как оказалось, пещера достаточно сильно затоплена Мне пришлось переодеться в заброды И сейчас в таком виде я пойду исследовать местные подсемения Староладожская пещера представляет из себя не совсем приличное для людей, которые ходили по подмосковным печеньям зрелища Эта система большой колонии Вот эти полости, которые мы можем видеть наверху на потолке Это результаты обвала породы И под каждой из такой полостей Возвышается гора породы земли Как говорят специалисты, что пещера достаточно опасная Здесь мы можем видеть продольную трещину В верхней части пещеры Которая продолжается даже далее по вертикальной полости Вот еще огромная полость в верхней части сводов пещеры Которая обрушилась В результате образовалась здесь Такой вот отвал породы Естественным образом Здесь хорошо видно, как произошел обвал грунта Возможно, там находился проход Возможно, просто обрушилась порода И дальше через образовавшийся проем Посыпалась сюда глина Вот еще одно место, где, скорее всего, произошел обвал породы Вот и подошел к концу рассказ о Старой Ладоге Красивейшем месте Ленинградской области с древнейшей историей До новых встреч на нашем канале Всего вам самого наилучшего И, конечно же, не забывайте ставить большие пальцы вверх И подписаться на наш канал Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok